МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ментруд сообщил, что единовременные выплаты на детей школьного возраста можно будет получить с 16 августа. Заявки оформляются через портал госуслуг или пенсионный фонд. Дмитрий Песков заявил, что продвижению отечественных вакцин за рубежом мешает политизированный подход. Москва расценивает это крайне негативно, отметил пресс-секретарь президента. По данным сервиса Суперджоп, треть россиян планирует провести отпуск в этом году дома. 14% опрошенных будут отдыхать на даче. Отправиться на море планирует 12% респондентов. В Тель-Авиве открылось посольство Объединенных Арабских Эмиратов. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что это важный шаг не только для двух стран, но и для всего Ближнего Востока. В Бразилии прошли многотысячные акции протеста с требованием отставки президента Жаира Болсонару. Демонстранты обвиняют его в провальной политике по борьбе с пандемией. Уровень поддержки власти населением стабильно падает. И если рейтинг президента держится на одном уровне уже несколько месяцев, то партию власти с каждым днем поддерживают все меньше россиян. Об этом говорится в недавнем отчете в ЦИОМ. Эксперты уверены, что снижение рейтинга вызвано в том числе и непопулярными мерами, принятыми за последние годы. Единая Россия, как правящая партия, не справилась с теми задачами, которые на нее возлагали. Президент говорит, да, она вынуждена была принимать непопулярные решения. Это сущность этой партии служить олигархии, дикому капитализму. Благодаря их мерам у нас сокращается количество пенсионеров. Значит, вот уже на миллион их меньше. То есть вы пенсионеров сокращаете, адекватно повысить пенсии тоже не можете. Опять очередной грабеж. Поэтому о чем тут говорить, о каком рейтинге Единой России? В КПРФ отмечают, что низкие рейтинги партии власти – это закономерность. В стране нарастают кризисные явления. И действующая власть не предпринимает никаких мер для улучшения ситуации. Люди раздражены внутренней ситуацией, внутренней способностью власти. То, что она завралась, забрехала, что она не может предложить внятные программы образа будущего. Ее качают по волнам. Она не понимает, что происходит. И это накапливает в обществе раздражения. Конечно, мощнейший удар нанесло по рейтингу правящей партии и главе государства. Нынешний мощнейший рост цен на все и вся. Прежде всего, на продукты питания. Какие-то сумасшедшие цифры. Текущий социально-экономический курс привел к тотальному обнищанию граждан. Только по официальным данным, за чертой бедности проживает более 20 миллионов россиян. На деле больше половины граждан страны испытывают материальные трудности. При этом решить экономические проблемы можно за достаточно короткий срок. КПРФ неоднократно предлагала свою программу по выводу страны из кризиса. По большому счету, весь курс, который сегодня социально-экономический проводится, этот курс, он давно, мы сказали, в никуда. Компартия давно бьется, выступает против этого курса. Предлагает свои конкретные программы, как создать бюджет развития, как сделать так, чтобы промышленность, сельское хозяйство, наука развивалась. Чтобы вернуться опять к тому здравоохранению, которое занималось профилактикой, лечило людей. Что предлагают коммунисты? Они предлагают прежде всего программу возрождения нашей страны. Она не сложная, эта программа. Для начала нужно вернуть украденное богатство народу. Речь идет о национализации командных высот экономики. Это самое главное. Деньги в стране есть. Мы по-прежнему богатейшая страна в мире. Но нужно вырвать эти богатства из рук крошечной кучки олигархов, которые сейчас ими распоряжаются. И тогда найдутся деньги абсолютно на все. В сентябре этого года в стране пройдут парламентские выборы. И необходимо сделать все, чтобы они стали максимально честными и открытыми. В противном случае это может привести к непоправимым последствиям. В КПРФ заявили, что у россиян остался последний шанс изменить бюллетенем ситуацию. У нас в сентябре будет, на мой взгляд, последняя возможность исправить ситуацию бюллетенем. В стране молодые семьи с двумя-тремя детьми, с десяти восемь нищие и голодные. Цены прут, не успевают переписывать ценники. Гигантские ресурсы, которые мы имеем, присваивают олигархи. А социальные программы не профсинансированы даже наполовину. Нам надо в корне менять финансово-экономический курс и думать о развитии своей страны. Давайте проведем полноценный диалог и найдем способ достойного выхода из системного кризиса.